О развитии физкультуры и спорта в Анапе до 2020 года рассказал начальник управления Сергей Ткаченко. В настоящее время в Анапе более 61 тысячи людей занимаются физкультурой и спортом. В спортивных школах заняты 10 400 детей-подростков. Объем финансирования отрасли в этом году составил 135 миллионов рублей. Сергей Ткаченко отметил 8 стратегических направлений работы в будущем. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва, развитие физкультуры и спорта среди малоподвижных людей, улучшение спортивной базы и спорта высших достижений, подготовка и переподготовка кадров, агитация и пропаганда физкультуры и спорта. Главная проблема, с которой сегодня сталкиваются в отрасли – недостаточное количество спортивных сооружений. В настоящее время готовится проектно-сметная документация по объектам в Юровке, Цибанабалке и Хуторе Чикон. Сергей Козлов поручил активизировать работу с руководителями крупных анапских здравниц по безвозмездному предоставлению имеющейся спортивной базы для тренировок анапских спортсменов. Говорили и о развитии детско-юношеского футбола в Анапе. У местных юных футболистов есть желание играть и способности к игре. Главная проблема – нет футбольных полей для тренировок, сложности с инвентарем и доставкой команд на соревнования. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов предложил создать рабочую группу, которая рассмотрит проблемные вопросы и выработает алгоритм их решения. О взрослом футболе в Анапе рассказал президент этой спортивной федерации Александр Рапопорт, поблагодарив руководство курорта и лично главу Анапы Сергея Сергеева за создание городской футбольной команды. Отметили футбольный клуб. Анапа, несмотря на свой скромный стаж, сумел войти в тройку финалистов чемпионата Краснодарского края. Это достойный результат для дебютантов. Еще одна анапская команда «Понтас», представляющая село Витязево, завершила чемпионат на седьмой строке турнирной таблицы, а также дошла до финала Кубка губернатора Кубани, что тоже является хорошим достижением. В завершении заседания совета обсудили, как будут отмечать итоги спортивного года в Анапе. Праздник пройдет в декабре в городском театре, где наградят лучших спортсменов и тренеров.